1979 год, город Ленинград, ранним утром в милицию позвонили. Срывающийся женский голос кричал в трубку «Срочно приезжайте, тут на улице лежит ребенок». Тело нашла местная жительница, которая утром выносила мусор. На место немедленно выезжает оперативно-следственная группа. Улица Марата, бывшая улица 27 февраля в 18 веке носила негласное название «Грязная улица». Здесь каждый дом дышит историей, но музеев здесь нет, в каждом здании до сих пор живут обычные люди. Так было в далеком 79-м, а вот 70-й дом. Когда-то в нем проживал сам Григорий Распутин, еще до своего авантюрного взлета. Именно здесь был обнаружен ребенок и началась наша детективная история. Из материалов уголовного дела мальчик на вид 7-8 лет на теле присутствуют гематомы. Что же произошло? Нападение с особой жестокостью или несчастный случай, следы которого постарались тщательно скрыть? Сыщикам предстояло распутать невероятную историю дикую, страшную и почти необъяснимую. Историю, в которой мистики оказалось больше, чем криминалистики. Улица Марата, крупная артерия в Петербурге, недалеко Московский вокзал. Сыщики выдвигают первую версию, а что, если ребенка подбросили не местные, а кто-то из железнодорожников? Быть может, мальчик почти в вине упал на пути, и его тело решили спрятать, это не подтвердится. Эксперты установили, что роковой удар был нанесен тяжелым предметом из хрусталя, сказал Дмитрий Баянов, эксперт ГУВД. Милиция искала родителей потерпевшего ребенка, отрабатывались заявления о пропаже детей за последнее время, ничего. Проверяют школы, но на дворе август, и многие педагоги в отпуске. Оперативные сотрудники обходят дворы, разговаривают с бабушками на лавочках, летят запросы в соседние регионы. И вскоре приходит ответ из Ленинградской области, местная милиция ищет 7-летнего Алешу Дубова. Мальчик пропал из садовоческого товарищества, садовоческое товарищество, оно же сны. В годы СССР стать его членом была голубая мечта миллионов людей. Еще бы, иметь свой домик на шестайте сотках, что может быть лучше, здесь трудолюбивые граждане умудрялись снимать урожай, несколько ведер огурцов, клубники, невзирая на холодную погоду, град или дождь. Участники наглядно доказали, что даже в условиях нечерноземья не требуется ввести вечную битву за урожай, а нужно просто спокойно работать. А еще на даче горожане вывозили детей, пусть гоняют на великах, купаются на речке и набираются сил. Вот такие были времена, Алеша Дубов исчез неожиданно, был ребенок, и нет его. Перепуганная мать обижала окрестные рощицы, опросила мальчишек, но никто ничего не знал. Нашли Алешу в Ленинграде, в мусорном баке недалеко от московского вокзала. Что же случилось? Может, мальчика кто-то выманил и увез в город, или он сам спланировал побег? Лариса Иванушкина в 79-м работала в детской комнате милиции. Ее в ту пару молоденькую практикантку привлекли к расследованию этого происшествия. Было очевидно, что нужно опросить друзей мальчика, дети ведь должны были что-то знать. Но когда я стала с ними разговаривать, скрылись страшные подробности, говорила Лариса Иванушкина, младший лейтенант. Оказывается, Олешенька жаловался по ночам, к нему приходит черная фея. Рассказы мальчика отличались бурной фантазией, якобы какая-то колдунья утаскивает его в подвал. Мои коллеги, конечно, относились к показаниям детей как к страшилке, Лариса Иванушкина, младший лейтенант. Из всей оперативной группы только Лариса ловила себя на мысли, что за детскими сказочками может скрываться тайна. Очередную странность сыщики обнаружили в одной из комнат в дачном доме семьи Дубовых распорядок дня. Почти каждый советский школьник хотя бы раз в жизни вывешивал на стенку старательно написанный лист. 7 утра, подъем, 705, чистка зубов, 715, зарядка, 730, завтрак. На каникулах режим не соблюдался. Терпения хватало на пару недель. Дмитрий Баянов, эксперт ГУВД. И действительно, какой тихий час, если идут каникулы, на улице жарят солнце, а друзья зовут на рыбалку. В распорядке дня Алеши Дубова была странность. Когда лист сняли со стены, на обратной стороне обнаружили пугающий рисунок. Алешина мама, Алла Дубова, смущенно пояснила, ребенок часто нес всякую чертовщину, надеялись, пройдется временем. Объяснения звучали неубедительно, подозрения копились. Мы внимательно осмотрели дом, но никакого погреба не обнаружили, со слов Дмитрия Баянова, эксперта ГУВД. Значит, все-таки фантазии, тем не менее родственники Алеши попали под подозрение. Быть может, кто-то из них расправился с мальчиком, но зачем, семейка Дубовых была немаленькой. Мать Алеши, Алла Дубова, 37 лет, имеет двух сыновей от первого брака и двух дочерей от второго брака, немало. Муж Сергей Дубов работает на заводе, с предыдущим мужем, Григорием Шкулепой, Алла отношений не поддерживает. Обычная, дружная семья, все как у всех старшие смотрели за младшим, жили хорошо. Дмитрий Баянов, эксперт ГУВД. В день, когда исчез Алеша, его мама была на даче, у всех на виду, к тому же женщина сама подняла тревогу. Может, виноват отчим Сергей, тот жил в Ленинграде, лишь изредка появляясь на даче. Городская квартира Дубовых находилась недалеко от Московского вокзала, на Леговском проспекте. А ведь совсем рядом нашли и тело мальчика, по адресу отправился Владимир Брандов, инспектор УР. На стук в дверь никто не отзывался, но из квартиры доносился подозрительный шум. Отец позже вспоминал этот эпизод, как самый яркий за всю свою карьеру. Он уже хотел позвать участкового, как вдруг машинально дернул ручку входной двери, Алексей Брандов, сын Владимира Брандова. Милиционер вошел и увидел распахнутую балконную дверь, метнувшись к ней, сыщик заметил мужчину, тот выпрыгнул во двор. Благо над парадной был навес, папа побежал следом за ним, Алексей Брандов, сын Владимира Брандова. Беглец отрывался от преследователя с каждой секундой, как вдруг под ноги ему выкатился ребенок на игрушечном авто. Прыжок, и мужчина рухнул, подвернув себе ногу. Мужчина упал, а некая мама подбежала, думая, что тот покалечил ее ребенка, Алексей Брандов, сын Владимира Брандова. Милиционер с трудом оттащил разъяренную женщину от беглеца и торжествующе заявил, что Дубов добегался. Но тот покачал головой яколя шутов, а Дубов в квартире лежит, не дышит, сыщик встал в ступор. 1979 год, город Ленинград, неожиданный уход главного подозреваемого в деле выглядел более чем странно. Эксперты сделали заключение, Сергей Дубов ушел из заводки и сильнодействующих препаратов, что это было. Нелепая случайность, оказалось, что во всем был виноват ремонт, Сергей Дубов уже неделю занимался ремонтом. За это время поскандалить к нему приходили почти все соседи. Сосед Коля Шутов пришел в гости к Дубову не с пустыми руками, к вечеру хозяин квартиры был крепко пьян. Шутов уложил его спать и отправился домой, аккуратно прикрыв входную дверь. На следующее утро Николай пришел к соседу похмелиться. Никто не открыл, но он знал, что в почтовом ящике лежит запасный ключ. Михаил Рохленко, помощник районного прокурора. И только потом он заметил, что Дубова уже нет. Шутов в пьяном угаре хотел скрыться, но от милиции убежать ему не удалось, его задержали во дворе. Шутов говорил, что не знает причину трагедии Дубова и его пасынка в квартире не видел. Эксперты сделали неожиданный вывод. В крови Дубова обнаружены лекарственные препараты, которые несовместимы с алкоголем. Но кто намешал водку препараты, в квартире Дубовых хранились два хрустальных сервиза. Эксперты заявили, что предмет, который проходил по делу, был из хрусталя другой марки. Дмитрий Баянов, младший эксперт. Тщательным образом изучили полы и стены в доме, никаких следов обнаружено не было. Версия, которая казалась железной, начала рассыпаться на глазах. Еще и соседи твердили Дубов, к маленькому Алеше относился с большой теплотой. Он никогда не повышал голоса и всегда относился к нему ласково, хоть он и не был ему родным сыном. Но высокое начальство давило нужно заканчивать, и так все ясно. Отчим напился и совершил преступление. Руководитель следственной группы Александр Иванов оказался человеком дотошным и принципиальным. Он заявлял о невиновности отчима. И тут в деле произошел неожиданный поворот. Эксперты по ниточкам разобрали вещи ребенка и заявили на рубашке и обуви Алеши имеется пятно от варенья и частица цемента. А откуда они там, это натолкнуло на мысль проверить ближайшие стройки. Дмитрий Баянов. Иванов прихватил с собой фотоснимок Алеши, но соблюдал осторожность, преступником мог оказаться кто-то из строителей. Иванов не очень верил в успех, но сразу несколько человек рассказали ему, что в тот день они видели маленького Алешу. Тот даже заходил к строителям в бытовку, мальчишку угостили бутербродом с вареньем. Мальчик сказал, что за ним скоро приедет папа. На глазах строителей к нему подошел бородатый мужчина, взял ребенка за руку и потащил. Следователь Иванов насторожился, ведь Дубов старший не имел бороды. Составили фоторобот, сравнили с фотографиями родственников, в точку. Бородачим оказался биологический отец Алеша Григоришку Лепа, мать мальчика заявила, что это он совершил преступление. Сыщики продолжали расследование, по-прежнему не могли определить виновного и причину совершения преступления. Внезапный уход отчима ребенка также не подавался логическому объяснению. Следователь Иванов решает изучить личность родного отца мальчика, чутье подсказывало, что разгадку нужно искать здесь. Иванов не представлял, с чем ему придется столкнуться в дальнейшем, это дело навсегда отпечаталось в его памяти. В юности Григорий был душой компании. Он мечтал стать капитаном дальнего плавания, но медицинская комиссия безжалостно забраковала его, Григорий имел слабое сердце. Но он все же выбрал работу, которая была связана с путешествиями, геолог. Григорий любил свою работу и мог рассказывать об экспедициях часами. Юная Алла без колебаний вышла за него замуж, но совместная жизнь не заладилась. Десять месяцев в году Григорий пропадал в Сибири. Алла решила переменить судьбу самым кардинальным образом, найти вечно отсутствующему муженьку замену. Как-то подруга предложила Ане сходить в салон красоты «Могу устроить по знакомству». В те годы еще не было всевозможных технических штучек, поэтому работа по химической укладке требовала сноровки. Хороший мастер был большой редкостью, именно таким умельцем оказался Сергей Дубов. На первой встрече он обоял Аллу, и она решилась на измену. Из командировки вернулся муж и увидел перемены в облике жены, он пошутил ты что, любовника завела. Григорий не заметил бледного лица Аллы. Через несколько дней он все узнал. Лариса Иванушкина, младший лейтенант милиции. Разрыв был стремительным, Шкулепа собрал вещи, на прощание зло сказал «Ищешь муженька получше». Но Алла не грустила, а поспешила выйти замуж за Дубова. Счастье было недолгим, вскоре стало ясно, ее новый муж подвержен алкоголизму, Дубов пил все больше и сильнее. По утрам часто не мог прийти в себя, клиентки жаловались, и карьера Сергея в мире красоты была окончена. Его уволили по статье за нарушение дисциплины. Михаил Рохленко, помощник районного прокурора. Дубов устроился на завод, зарплата была очень маленькая, жизнь Аллы пошла под откос. Все эти подробности дали следователю Иванову хорошую пищу для раздумий. Он интуитивно чувствовал, преступник из близкого круга, но кто, может, сама Алла? Эта мысль казалась чудовищной, но опытный следователь и не такое встречал в своей практике. Сыщики решили немедленно разыскать отца ребенка, но найти Григория Шкулепу на просторах Сибири оказалось непросто. «Отец был найден, но впал в ступор, когда услышал обвинение из показаний Шкулепы, как вы можете меня подозревать, ведь я лично отвел Алешу домой к отчему». Сыщики сказали ему, что отчим Алеша был найден бездыханным. Григорий ответил, что в тот день Сергей лично открыл ему дверь. Это было еще не все, Шкулепа выдвинул свою версию случившегося. Григорий готовился к очередной командировке, раздался звонок, в трубке был голос сына папа, я убежал от мамы, спаси меня, но у Шкулепы вечером был самолет, поэтому он решил отделаться от сына, нашел ребенка и отвел в квартиру. Оставив мальчика с пьяным отчимом, Шкулепа отправился в аэропорт. Отец имел прямое отношение к золотым приискам, а там во все времена были не только честные деньги, но и приписки, воровство и контрабанда самородков на материк. Немедленно проверили информацию Григория и испытали разочарование. Шкулепа действительно зарегистрировался на рейс в то время, когда мальчику еще ничего не угрожало. Расследование дела 7-летнего Алеши Дубова продолжалось. Сыщики чувствовали, что еще немного и огромная работа даст свои плоды, количество перейдет в качество. Лариса Иванушкина была самым незначительным членом группы, выполняла мелкие поручения. Иногда бывает так, что у следователя замыливается глаз, а новички видят те грани и детали. Михаил Рохленко – помощник районного прокурора. Девушка обратила внимание руководства на рисунок Алеши Дубова, сделанный незадолго до происшествия. Тот самый, который был на обратной стороне листа с распорядком дня, талант художника есть у большинства людей. Только у детей 6-7 лет рисунки схематичные и простые. Лариса Иванушкина – младший лейтенант милиции. Лариса поняла, что эту жуткую колдунью нарисовал вовсе не 7-летний Алеша. Следователь Иванов немедленно схватывается за ниточку. Не Алеша, а кто, может, его старший брат Саша? Ларисе поручают поговорить с мальчишкой с глазу на глаз, показав ему жуткую картинку. Она спросила, это ты нарисовал? Саша вздрогнул, тут он начал теребить себя за руку чуть пониже плеча, я рывком задрала ему рукав. Лариса. Над запястьем побагровели следы, через пару минут Саша признался, их оставила страшная черная фея. Ей оказалась его родная мать Алла Дубова, именно от нее 7-летний Алеша сбежал в тот роковой день. Алла отличалась неуравновешенным характером, любая мелочь могла стать поводом к истерике. Неудачи в личной жизни усугубили это состояние, у женщины стали случаться припадки. Во время приступов она ничего не соображала, вела себя агрессивно, могла поранить себя и других. У Аллы было хроническое поражение сосудов головного мозга, Дмитрий Баянов, младший эксперт. Своё недовольство мать выплёскивала на сыновей, они были напоминанием о неудачном браке с первым мужем. Это из-за них она его бросила, вышла замуж за Дубова, а он оказался алкоголиком и стало еще хуже. Сыновья стали воплощением всех бед, сын Саша изобразил мать во время приступа гнева, Лариса Иванушкина. В фантазиях ребенка это была колдунья. Приближение приступа мальчики чувствовали заранее, именно так и случилось в этот трагический день. Всему виной стала простая рогатка. В тот день Саша и Лёша стреляли из нее на даче и неудачно попали в трехлитровую банку, которая сушилась на заборе. Мать прибежала на звон стекла и устроила разнос, а затем ее речь стала отрывистой, она закатила глаза. А Лёша понял, что сейчас начнется кошмар и он сбежал с дачи, никто из соседей и друзей не знал о припадках. Вспыльчивость была, но никто не знал, что она проявлялась на детей. Или не знали, или не хотели говорить. Михаил Рохленко. Но в тот вечер мама не забилась в припадки, хотя побег младшего сына привел ее в ярость. Она обошла округу, Алёши нигде не было, оставался лишь один вариант – городская квартира. Поехала в город, потом вернулась. Она строго сказала старшему сыну, чтобы он никому не говорил, что она ездила в Ленинград. Михаил. Когда Алёшу нашли, брат все понял, ужас парализовал его волю, он долгое время молчал, а следствие ходило совсем рядом. Аллу Дубову немедленно задержали, а из ее показаний составили картину преступления. Едва Алла успела спрятать сына, как очнулся муж, он с трудом понимал, что происходит. Но Дубова решила, что лишний свидетель ей не нужен. Алла предусмотрела почти все, кроме одного, буквально два часа назад в квартире побывал ее первый муж. Следствие шло больше года, оставался вопрос о вменяемости Аллы. Специалисты пришли к выводу, несмотря на тяжелую болезнь, она прекрасно все понимала. Женщины часто жертвуют собой, когда нужно спасти ребенка. Но подобная дикость в советское время встречалась крайне редко. Аллу Дубову приговорили к 11 годам лишения свободы. Суд учел, что она многодетная мать, но родительских прав ее лишили.